Создать необходимые условия для проведения оперативных расчетов поручил министр науки и высшего образования СССР Нурбек университетом Тараусской области. Глава ведомства встретился с научным сообществом региона, где обсудил паводковую ситуацию. Сегодня наряду со спасателями, военнослужащими и местными жителями активное участие в противопаводковых мероприятиях принимают и специалисты высших учебных заведений региона. Все подробности у моих коллег. Последний раз масштабные паводки в Тараусской области были 30 лет назад. Тогда в плену Талыхвод оказались близлежащие населенные пункты, сельхозобъекты и полевые угодия. Сейчас в селе Бесекты идет строительство дамбы. Спокойное время проводим такие работы. Большое спасибо людям, которые пришли к нам на помощь. Если эту деревню затопят, то мы просим найти для нас хорошее место. Недавно в столице прошел национальный совет по науке под председательством главы государства. Там ученым республики было поручено привлечь научные силы к работе по защите от наводнений. Сегодня специалисты прибыли в Тараусскую область. По словам министра науки и высшего образования, они задействованы в решении задачи математического моделирования возможного подъема уровня реки Шаяк. В областном штабе ПЧС мы провели совещание с учеными. Среди них математики, географы и физики, гидрогеологи. Всего помогают больше 2000 сотрудников и студентов из двух университетов Атрал. На предоставленных нам участках строят дамбу общей протяженностью 10 километров. Необходимо прогнозировать время прибытия и объем большого потока талой воды, которая приближается в данный момент, отметил министр. А это значит, что перед нашими учеными стоит особая задача в этот критический час. Алишара Шимафара, Станбек Кинжи, Айбек Байзаков и Жандос Рахметуллин от РАУ24КЗ.